Оружие будущего Рельсотрон или электронно-магнитная пушка способны разогнать снаряд до космических скоростей. 10 километров в секунду скорость обычного танкового снаряда в 5 раз меньше. С помощью рельсотрона пластмассовая пуля в несколько граммов может пробивать даже танковую броню. Единственным препятствием для создания такого оружия служит отсутствие компактного и мощного источника энергии. Испытанием и совершенствованием оружия будущего занимается одна из лабораторий РАН в подмосковной Шатуре. Подробности в материале моего коллеги. У вас камера готова? 200 тысяч кадров в секунду. Энергия 10 молний. Я готов. Все готовы. Даю пуск. Современным видом оружия, как ни странно, уже давно ищут замену. Потому что скорость полета пули или снаряда ограничена скоростью сгорания пороха. И новые образцы должны действовать на абсолютно иных физических принципах. И наиболее перспективным вариантом считается рельсотрон. Рельсотрон, на первый взгляд, невероятная технология. С ее помощью тело можно разогнать до космических скоростей лишь с помощью электрической энергии. А вот непосредственно... Вот это и есть сам рельсотрон тот самый. Да. Вот такая маленькая, как бы это его... Не считать как бы оружием, а все-таки это такой лабораторный стенд, на котором можно прилично стрелять и испытывать всякого рода материалы. Однако именно рельсотрон или электромагнитный ускоритель может претендовать на звание оружия будущего. Эта пулька из полимерных материалов. Ее вес всего несколько граммов. Однако с помощью рельсотрона ее способности становятся даже больше, чем мы можем себе представить. Она способна пробивать вот такой блок мишеней и оставлять в них огромные дыры. Пластины из плава стали и дюрали далеко не предел. Вот что делает та же самая пулька с предметами потяжелее. Это не вот такой пулька все это делает? Да, это все делается метаемыми телами, массой, вот здесь вот характерная масса, здесь 2-2,5 грамма. И вот такая вот пулька делает вот такие вот большие разрушения. Все дело в скорости. Чем она выше, тем больше разрушительная сила. Итак, что же представляет из себя рельсотрон? Мощнейший разряд между электродами образует плазму. Ее, как по рельсам, вместе с телом выталкивает магнитное поле. Скорость тела в этом случае в 5, в 10 раз больше, чем у обычного снаряда. Максимальный ток, в наших экспериментах это было где-то под миллион ампер. Ток молнии, ну, грубо говоря, в 10 раз меньше. В Шатурском филиале создают и другие экстремальные природные явления. Например, атаку микрометеоритов на корпус корабля. Две мишеньки тонкие, на них происходит разрушение, собственно говоря, микрометеорита. А следующая мишень, это основная, то есть корпус корабля, грубо говоря, космического, или что, он остается неповрежден. Теперь заходить в это помещение запрещено. Начинается эксперимент. И прямо сейчас мы сможем убедиться, на что способно это уникальное устройство. Первый секс разряжается. А ее пуск. Впервые в России выстрел из рельсотрона можно увидеть. Эта камера снимает со скоростью 200 тысяч кадров в секунду. Маленькая пуля из поликарбоната мгновенно прожигает первую стальную пластину. Затем энергия взрыва пробивает и вторую. В этом эксперименте скорость пули около 3,5 километров в секунду. То есть, ты так понимаешь, что сталь просто испаряется, да? Да, она при первом ударе, она просто испаряется. Скорость удара выше, чем скорость звука здесь. Формирует сюда она волна, в ней все расплавляется, и эта вот масса улетает. Однако в последнее время о рельсотроне заговорили не только как об имитаторе метеоритных атак. Соединенные Штаты давно ведут разработку на этом принципе нового оружия. Хотя у него есть весомый недостаток. Ахиллесовая пита любого электромагнитного устройства – источник питания. И всего лишь для одного выстрела рельсотрона требуется огромная батарея конденсаторов. Эта батарея конденсаторов находится этажом ниже, потому что занимает целую комнату. Нечто подобное можно установить разве что на корабле. А вот что касается сухопутной техники, тут дело намного сложнее. США предполагается поставить такие орудия с дальностью стрельбы до 400 километров на эсминцы нового поколения. Недавно американцы представили концепт и сухопутного рельсотрона Блицер. Его дальность до 80 километров. В науке, которая бы позволила заняться такой же системой, у нас хороший задел в стране, как в нашем институте, так и в ряде других институтов. И такую систему, в принципе, можно было бы создать. Пока что подобные технологии далеки от совершенства. Однако в будущем, возможно, ракеты во многом заменят именно рельсотроны, способны и даже спутники запускать в космос. Сергей Николаев, Дмитрий Шлемин, Сергей Трегубов. Программа «Союзники». Московская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова